Всем привет, я Игорь. И у всех из нас наступает момент, когда нужно выбрать новый телефон. Для кого-то это дело 10 минут, для кого-то это может затянуться на недели. Так или иначе, подход к выбору примерно один. Мы подбираем какие-то параметры, характеристики и уже основываясь на их, выбираем устройство. Именно об этих характеристиках сейчас и пойдет речь. Также дисклеймер. Речь пойдет об Android смартфонах, поскольку Apple вы берете Apple iPhone, на какой денег хватит, а на Windows Mobile уже сама Microsoft забила. И первое, о чем я хочу рассказать, это экран устройства. Это то, с чем мы непосредственно работаем. И они бывают разных размеров, от 4 до 6,4 дюймов. И бывают разных соотношений сторон. 16 к 9. Это всем нам привычные телефоны, как у большинства из нас, как и у меня. И также новые устройства с соотношением сторон 18 к 9. Напрямую их соотносить нельзя, поскольку вот примерно так будут выглядеть экраны одинаковой диагонали, условно 5,5 дюймов. И если мы хотим взять, допустим, тот же корпус, что есть 5,5 дюймовым, тогда у нас увеличивается экран до 6,1 дюйма. И эти экраны появились за счет того, что появились технологические возможности уменьшения рамок. И, соответственно, такие экраны называются безрамочными. Также экраны могут быть с разными матрицами. Это или IPS-дисплей, или AMOLED-матрицы. Здесь обозначены разные настройки матриц. Это цветовые диапазоны их. Они имеют разный спектр, соответственно, и также отличаются по цветам. И за счет того, что я не могу вам показать полностью, потому что у меня на ноуте оно будет один вид иметь. Здесь на проекторе это будет другой, соответственно, вот как-то так. IPS-матрицы – это наиболее распространенные. У меня именно IPS-матрица. Они имеют более натуральные цвета, меньше подвержены выгораниям. Это когда появляются пятна на дисплее от солнца или просто со временем по тем или иным причинам. Правда, они могут иметь различные… В зависимости от производителя, они могут иметь различные углы обзора, различную максимальную и минимальную яркость, контрастность и так далее. В то же время IPS-амOLED-матрицы выпускаются LG и Samsung. Мало производителей, они могут поддерживать определенный уровень качества, они более постоянные. Но они менее реалистичные, плюс у них быстрее выгорает экран, у них может быть застаивание картинки, когда у вас одни обои стоят продолжительное время, и при переключении приложений у вас будет все еще где-то на заднем фоне висеть обои. Здесь обозначены черным треугольником. Это максимально идеальная матрица IPS от iPhone 8. Белым треугольником обозначена OLED-матрица от LG G6. И синим треугольником обозначена настройка матрицы Galaxy S8. И как вы видите, здесь получается больший завал в зеленый и красный цвета. Это обусловлено самим строением матрицы, и у вас тогда получается больше зеленых, больше красных и менее реалистичная картинка. Следующим параметром у нас идет память. На данный момент это минимум 2 гигабайта оперативной памяти, в которой у нас хранятся запущенные приложения, работающая операционная система, и также встроенная основная память. Минимум это 32. Как вы видите, у меня уже место заканчивается. Также стоит обратить внимание на то, что в разных смартфонах вы можете вставить сим-карту памяти. Правда, стоит такая возможность или две сим-карты, или сим-карта и карта памяти. При выборе стоит на это обратить внимание. Дальше у нас идет аккумулятор. При его выборе тут сложно порекомендовать какие-то цифры, поскольку срок жизни от одного заряда зависит больше от оптимизации от производителя, от оптимизации приложений от сторонних производителей. Рассчитывайте примерно на 3000 мАч. Также бывают разные технологии. Это у нас бывают литий-ионы и литий-полимерные аккумуляторы. Стоит отдать предпочтение литий-полимерным аккумуляторам, поскольку они за счет другой технологии меньше подвержены повреждениям. При повреждении у вас меньше возникнет вероятность возгорания и вот такое вот кончинное устройство. Также следует обратить внимание на камеру, если вы собираетесь много фотографировать. Здесь не стоит обращать внимание на цифры, просто берете и фотографируете разные участки. Вот у вас есть более освещенный участок, менее освещенный участок. Посмотрите на детализацию, насколько оно будет хорошо видно. Вот примерно вот так могут отличаться камеры разных устройств в зависимости от их качества. Вот это максимально идеальная картинка. Здесь минимум цифровых шумов по сравнению с вот этой картинкой. И видно большинство деталей. Также в последнее время есть тренд двойной камеры. Они могут давать разные привилегии. Это может быть так называемый телевик, условное двукратное приближение для создания эффекта боке, когда у вас на первом плане есть какой-то объект и задний план размывается. Также это может быть черно-белая камера. Понятно, можно создавать черно-белые снимки или в случае с цветными фотографиями расширять световой диапазон. У вас получаются менее светлые-светлые участки и менее темные-темные участки. У вас получается более усредненная картинка, где видно все детали. На процессоры тут не стоит так сильно определять им внимание, поскольку в узкой ценовой категории процессоры между собой не сильно отличаются. Единственное, можно отдать предпочтение процессорам от производителей, как Kirin от Huawei и Exynos от Samsung. В теории они имеют лучшую оптимизацию, то есть у вас приложения будут потреблять меньше ресурсов процессора, будут меньше сжирать аккумулятора. Дальше у нас идут особенности. В принципе, все Android смартфоны работают на операционной системе Android. Но производители делают свои прошивки, они делают их более красивыми, более плавные анимации. И в принципе, да, они более удобные могут быть, но при этом чисто Android обладает лучшими функциями для настройки индивидуальной. Вы можете выбрать, как у вас будут выглядеть иконки, вы можете выбрать, как будут выглядеть менюшки все. Сторонние прошивки этого не дают, таких возможностей. Также очень удобной функцией может быть NFC-модуль для оплаты в банковских терминалах вместо карточки. Работает примерно так же, как и банковская бесконтактная карта. И она более безопасна, чем банковские карты с магнитной лентой. Плюс более быстрые можно не брать с собой телефон, когда идете в зал, например, или куда-нибудь на концерт. Еще одной особенностью может быть защита от влаги и пыли. Понятно что, понятно зачем. Жаль только не у всех производителей это пока что есть. И это сейчас увеличивает стоимость устройства и также уменьшает его ремонтопригодность, потому что приходится проклеивать все швы. И тогда вы не можете просто так взять, разобрать и собрать обратно. Еще одной особенностью может быть беспроводная зарядка. Вы можете сесть в машину, поставить просто на панель. Он у вас уже заряжается. Вы приходите домой, просто ложите на стол, он у вас уже заряжается. Сейчас существует проблема, что работает только на маленьких расстояниях. То есть вам приходится именно ложить на поверхность. Но со временем эта проблема решится, и вы можете, в принципе, находясь в комнате, заряжать телефон. Про характеристики мы поняли. Мы поняли, какое мы хотим устройство. Как же все-таки его выбрать? Тут нет какой-то определенной одной техники. Вы можете комбинировать как вам угодно. Я расскажу свой подход к выбору, как мне кажется, наиболее оптимальный, наиболее быстрый. Вы заходите в агрегатор цен, любой в интернет-магазин, и сортируете по цене. Вы вписываете максимальную стоимость и сортируетесь от максимума к минимуму. И дальше уже подбираете по характеристикам. Вот то, что есть лучшее, то и берете. Вы брали какие-то три модели условные. Идете в магазин. Посмотрели, покрутили их в руках. Как он чувствуется, как он вообще работает. Нравится ли вам операционная система, нравится ли вам камера, производительность устройства. Не нравится, возвращайтесь домой, начинайте все заново. Или можете пообщаться с консультантами. Иногда бывают адекватные. Так, но на самом деле не всегда имеет смысл менять смартфон. Поскольку если у вас он не убит в слюне, если у вас не торчат куски экрана, если у вас не выгорел экран, если все функции работают, то большого смысла менять нет. У меня разбит экран немножко, и у меня он покоцан со всех боков. В принципе, нормально пользуются. Поэтому выбирайте наилучшее устройство, пользуйтесь с удовольствием. Можливо, кто-то не может выбрать себе смартфон, и есть вопросы. Игорь поможет вам саме сейчас. Мне интересно, почему вы полагаете, что бесконтактные банковские карточки более безопасны, чем банковские карты с магнитной лентой, и, соответственно, телефоны с возможностью оплачивать бесконтактно более безопасны. С магнитной лентой у вас есть возможность подделывать терминалы, делают прокладки. У вас накладывается на основной терминал еще один считыватель или вшивается в устройство самого терминала. И, соответственно, все ключи к вашей карте передаются вместе с тем, как вы провели магнитную ленту. NFC-чип, он генерирует каждый раз новый код. Соответственно, чтобы перехватить этот код, вам нужно поместить считывающее устройство вплотную между телефоном и терминалом. А чтобы оплатить NFC-чипом, вы прикладываете вот так вот. То есть как-то положить между устройством и терминалом еще одно считывающее, незаметно, будет сложнее. Насколько я понимаю, терминалы можно подделать в банкоматах. А речь шла об оплате в магазинах и кафе. Каким образом? В терминалах, которые в магазинах и существуют, они тоже могут подделываться. Это могут делать не сотрудники, это могут делать сотрудники магазина. В принципе, это относительно простая технология. Спасибо. Добрый вечер. В действительности нет никакой необходимости подкладывать что-то между, потому что технология NFC, о которой вы говорите, Near Field Communication, действует на расстоянии 10 сантиметров. Так что можно подслушивать в шаре радиусом 10 сантиметров, принимающей антенной. Проблема может быть в самом стандарте, если там заложена какая-то уязвимость. Но вопрос не об этом. Суть в том, что подкладывать ничего не надо. Это поле 10 сантиметров действует, и подслушивать можно откуда угодно. То есть защита идет за счет ключей, за счет шифрования асимметричного, а не за счет расстояния. У меня вопрос по поводу OLED. Вы сказали, что цвета могут быть неестественными, но, насколько я знаю, в последние годы эта проблема решена программным путем. И, по крайней мере, на Samsung точно в настройках можно выбирать цветовой профиль стандартный sRGB. Можно, но… Тогда почему эта проблема? В стандартном у вас идет именно настройка не sRGB. sRGB – это стандартный… Ну, как бы обычный пользователь не полезет туда в настройки включать sRGB. Это непонятная штука. Да, в принципе, такая функция есть. У IPS-матриц тоже есть такие функции, как sRGB и… Еще раз я забыл одну технологию. Ну, Adobe RGB, sRGB – две самые популярные. Да. У Apple какая-то своя. DCIP3. Все-таки остается там пересветы в зеленые. За счет самой строения матрицы у вас идет на каждые… У вас больше зеленых пикселей, чем синих и красных. Это заметно только на очень низких разрешениях. Ну, это Pentile технология так называемая. Да, у вас получается один синий, один красный и еще несколько зеленых. Да, два маленьких зеленых. На высоких разрешениях разницы, по-моему, никакой, согласно тестам. Ну, ладно, спасибо за ответ. А насчет NFC-чипа? Да. Я пользовался этой технологией, чтобы оплатить, вы прикладываете именно к терминалу. Так вы прикладываете? Он не работает на 10 сантиметров. Спецификация 10 сантиметров, это значит, что… Спецификация, возможно, в спецификации я согласен, но именно оплата счетов, я ей пользовался. Я вам говорю, что вот ты подносишь телефон к терминалу. Да, но это не значит, что поля вокруг нет, вы его не видите. А поле есть. А если есть поле, можно и подслушать. В теории, да. Речь исключительно об этом. И второй вопрос. На Алиэкспрессе можно найти очень много мобильных телефонов, условно говоря, за 100 долларов. И очень много мобильных телефонов за 150 долларов. И зачастую чисто по спецификациям довольно затруднительно понять, чем они отличаются. А разница может быть 50-30 процентов. На что стоит обратить внимание? Ну, то есть буквально там тот же самый чип, та же самая оперативная память, ну, по объему, я имею в виду. Смотрите, электронные элементы, из которых собираются чипы, они есть трех разных категорий. А, Б и С. И, соответственно, смартфоны топовые, которые производители топовые ставят категории А. То есть с минимальными погрешностями, с максимальным КПД. А, то есть у вас и количество брака меньше. А поскольку абсолютно каждый элемент проверить вот абсолютно точно не получится, соответственно, могут быть погрешности. На что обратить внимание? Скорее на сам бренд. В Китае уже есть установившиеся производители ОПА, Дуги и все в таком духе. В теории, ну, в принципе, они работают. Количество брака у них, ну, может быть, чуть-чуть выше. Я не могу точно сказать, я с сервисами не работал. В принципе, можно брать просто, что количество брака будет больше. Соответственно, вам придется возвращать в Китай, а это будет долго. Вам, возможно, придется платить за доставку обратно в Китай, обратно из Китая. Соответственно, у вас будет переплата. То есть ваша версия заключается в том, что там используются компоненты с более широкими допусками? Да. Благодарю. Спасибо. Первый вопрос. Сейчас как-то все начали очень сильно переживать по поводу безопасности Андроида. То есть дошло до того, что, например, один мой знакомый просто взял, собрал Linux из скрича под ARM, потом перекомпилил GTK и написал на этом несколько приложений, просто чтобы полностью удалиться от привычной экосистемы. Сейчас также много решений по типу Sailfish, Ubuntu Phone, который уже, правда, не поддерживается и так далее. То есть как вы относитесь к такому вот интересному подходу? Нетрадиционному, скажем так. Безопасность. Сейчас очень много разговоров о безопасности смартфонов. Мне кажется, что большая проблема не в самом смартфоне, сколько он может дать доступа другим пользователям, а сколько в самом пользователе. Мы просто даем разрешение приложениям, которые мы зачастую не подтверждаем. Мы скачиваем приложение, а у него там есть перечень, список такой, к каким функциям телефона вы даете доступ. В некоторых приложениях есть калькулятор, допустим, и у него есть функция доступа к SMS, доступа к телефону, доступа к камере. Зачем ему эти функции? Доступа к микрофону. Соответственно, просто нужно быть более самого себя как-то обезопасивать, чем телефон. И второй вопрос. Мой предыдущий телефон, который мне прослужил аж два года, да, его пришлось просто выбросить, потому что на момент, когда мы принесли его в сервис, там уже были растекшиеся остатки платы, на нем сгорел процессор. И в сервисе сказали, что такой телефон был на тот момент уже шестой за месяц, при том, что сервис находится на окраине города, не пользуется популярностью. Соответственно, скорее всего, так заканчивают жизнь почти все телефоны. Это Galaxy Ace 2, кажется, был. Соответственно, такой вопрос. Есть ли смысл, допустим, перед покупкой консультироваться у ремонтников, то есть у людей, которые не связаны вообще с продажей? Да, такой подход вам может помочь, поскольку в Meizu M3s отваливается сканер отпечатка пальцев. Буквально через пару недель у вас может перестать работать сканер отпечатка пальцев. Это очень распространенная проблема, и некоторые просто свыкаются с этой мыслью. Берут телефон и знают, что через две недели у них отвалится сканер. Можно также почитать форумы, но мне этим на самом деле лень заниматься, потому что там нужно пролистать 20 страниц, 50 страниц, чтобы найти какой-то один-два комментария по смыслу. Можно почитать отзывы на тех же агрегаторах. Я пользуюсь Hotline и EQA. У них есть отзывы сразу с нескольких сайтов. Ну или написать парсер форума, который находят по-похожему. Другая проблема, что пользователи, у которых телефон работает хорошо, отзыв писать не будут. Будут писать те, у кого плохой отзыв. Тут тоже стоит обратить внимание на именно количество этих отзывов. Если их 2-3, ну можно взять, в принципе, брак не такой большой. А если их 60 на одном сайте, 120 на другом сайте, тогда, может, стоит и отказаться от выбора этого. Спасибо. У меня тоже вопрос. Я купила себе телефон Nomi, но он не очень качественный, постоянно глючит, хотя ему нет даже года. И вот у меня вопрос. То есть у меня тоже есть друг, который занимается телефонами, и он говорил, что достаточно неплохой это Meizu. И лично мое мнение, что, например, те же самые Android и Samsung, там идет больше переоплата за то, что это бренд, ну то есть за фирму. И вот у меня возникает к вам вопрос. То есть по поводу Huawei я слышала, что это не очень хороший телефон. Я сейчас остановилась на Meizu, но вот у вас как специалиста, какой бы вы мне посоветовали купить телефон? Какой фирмы? Сложно говорить про фирму. Опять же, если мы говорим про M3S, у него отваливается сканер. Я пользуюсь телефоном Meizu 2014 года, MX4 Pro, которого нет больше в продаже. Он, в принципе, работает нормально. Тут нужно смотреть на модель конкретную. Да, у Samsung есть переплата за бренд, и есть переплата за технологию AMOLED-матрицы, потому что они хранят ее только для своих телефонов. AMOLED-матрицы есть только у Samsung. Смотрите просто по модели больше. Как на бренд не стоит обращать внимание. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Какая самая стабильная будет прошивка из всех телефонов, из всех брендов? Ну, потому что в Meizu прошивка часто слетает. Стабильная. Берите чистый Android. Он обновляется раз в год, и как таковых бы. Нужно смотреть по каждой прошивке. В принципе, они более-менее нормальны. Я не знаю, я не встречался с такой частой проблемой. Не могу точно сказать. Многие говорили мне, что на Meizu слетает прошивка. Очень многие жаловались на это. Я не могу вам ничего посоветовать в этой области. И второй вопрос. Из бюджетных телефонов какой лучше выбирать? Сейчас популярны к Xiaomi, Meizu, Huawei и так далее. Они считаются более бюджетными. Какой лучше будет? Какой вам больше нравится? Смотрите. Xiaomi, Huawei, Meizu. Они по качеству, по сути, примерно одинаковые. Какой вам больше нравится? Какой лучше лежит в руке? Какая прошивка вам больше нравится по виду? Тут нет единственного правильного выбора. Каждый телефон можно на самом-то деле под себя сделать. Да. Но тут тоже есть факторы, например, как даже корпус, вот металлический, неметаллический и так далее. Все же. Какой будет более прочный, который дольше прослужит? Металлический корпус, да, прослужит дольше. Он лучше будет амортизировать удары. Он меньше подвержен царапинам. Он лучше будет охлаждать. Но у меня пластиковый смартфон. Я разбил ему экран. Задник все еще живой. Пластиковый. В порядке. Тут... Берите, какой вам нравится на самом деле. Какой вам больше подходит по характеристикам, по цене? Спасибо. Надя, вот сюда. Вот вы говорили про пылевлагозащиту. Какую лучше взять пылевлагозащиту? Ну, телефон с какой защитой для обычного пользователя? То есть это надо выбрать какую-то IP67, либо 54 хватит, ну, для обычного пользователя? Или лучше уже брать с защитой ближе к 99 и выше? На рынке представлены... IP54 это, в принципе, минимальная защита, которая есть у всех. Нет, есть защита IP41 даже. Так что 54 это не минимальная. Хорошо. IP67, IP68, то, что есть на рынке, отличаются они только по глубине, на которую вы можете погружать. Или это будет 50 сантиметров, или это будет полтора метра. В повседневной жизни, наверное, 57 хватит. Хотя некоторые производители обозначают, что у них есть пылевлагозащита, но не обозначают стандарт. Она есть, но непонятно какая. Хотя Apple тот же, он установил IP67, хотя, по сути, он может глубже погружаться, больше, чем IP68 иногда. То есть... Ну вот заявлено IP67 на iPhone 7, проверено было мной, и она не выше, она наоборот ниже. Значит, мы из разных источников смотрели. Я из источников в руках, которые держу. Ну, тут как повезет, значит. Я хочу дополнить вопрос вот девочке, которая выбирала себе Meizu, Xiaomi, да, китайца, ты хочешь. Меня интересует, почему вы не можете сказать все-таки, который лучше. Например, в одинаковой ценовой категории возьмем Meizu и Xiaomi. Честно, не знаю, Xiaomi или Xiaomi, извините, не будут. Xiaomi, да? Да. Ну, я так и знала. Ну, в итоге, вот, например, одна ценовая политика, да, у двух, в принципе, с одинаковыми характеристиками телефонов, Xiaomi и Meizu. Но процессор, насколько я знаю, опять же, не буду утверждать, я не ас в этой сфере, но Qualcomm-овский процессор, который стоит у Xiaomi, он гораздо лучше, чем Mediatek, который стоит в Meizu. Например, если мы берем среднюю ценовую категорию, да. Все-таки правильное убеждение, что вот я думаю, что Xiaomi все-таки будет лучше, чем Meizu, хотя Meizu выигрывает по внешним параметрам. Сейчас производительности смартфонов более чем хватает. Процессоров трехлетней, двухлетней давности до сих пор еще хватает с головой. Поэтому, да, они обновляются. Они будут за счет уменьшения технологического процесса, уменьшения транзисторов, уменьшения расстояния между транзисторами, они будут потреблять меньше энергии. Они получаются более энергоэффективны, потребляют меньше аккумулятор, меньше нагреваются. Производительность также возрастает, потому что появляется возможность больше транзисторов на чип поместить. Но самой производительности больше хватает. Мы не используем смартфон на все 100%. Так все-таки что лучше? Они примерно одинаковые все. То есть Qualcomm и Mediatek одинаковые? Но я могу еще Qualcomm и Helio сравнить, да, Mediatek? Я же вам говорю, я когда рассказывал про процессоры, в одной ценовой категории они будут примерно одинаковой производительности. То есть и Qualcomm и Mediatek, да? Да. Хорошо, тогда следующий вопрос по поводу Samsung на Exynos. У меня тоже, извините, если произношение какое-то неправильное, но в итоге у меня Samsung, мне он нравится, но я чувствую, как тормозит процессор. Я чувствую, что в работе элементарно появляются какие-то окна, которые, например, сообщение не уходит тоже. Но это глюки системы, однозначно. При том, что у меня на 16 гигабайт они заполнены не полностью. То есть я не могу сказать, что Exynos реально хороший процессор, вот как для пользователя обычно. Еще зависит от оперативной памяти, от ее объема. Зачастую многие пользователи не закрывают приложения. У вас открыто десятки приложений, и они все хранятся в оперативной памяти. У вас оперативная память перегружена, поскольку у старых смартфонов скорость работы этой оперативной памяти ниже, получается, что у вас нужно выгрузить одно приложение из памяти, загрузить другое приложение в память, потом из этой оперативной памяти загрузить это приложение в процессор, а потом повторить эти все действия. И у вас получается большой объем памяти, нужно гонять туда-сюда, и у вас тогда просто не хватает оперативной памяти. Да, это может не хватать процессора, но если у вас действительно совсем старое устройство. Дело в том, что первый раз я купила Samsung J5 2016 года, сейчас у меня Prime одно и то же, телефон один и тот же, поменялся корпус, и все так же осталось как бы зависать иногда, то есть в чем вопрос тогда, ну в чем проблема его? В принципе, ну как я вам и сказал, возможно это проблема за счет того, что открыто много количества вкладок. Ну то есть процессор ни при чем, да? Он причем просто, что у вас большое количество приложений. Он не успевает обрабатывать всю информацию. Ему нужно обработать с нескольких приложений. Вот у вас есть почта, с которой поступает информация. Вот у вас есть смс, с которой поступает информация. Входящий вызов, из него поступает информация. Ее всю нужно обработать. Плюс если это, браузер потребляет много памяти. памяти. Игры потребляют еще больше ресурсов. Соответственно, он не успевает все это обработать. Спасибо. У нас насправді уже час. Залишилось 30 минут всего, и нам требует... Можете задать питание Игорю після лекции? Давайте поаплодуемо. Субтитры сделал DimaTorzok